Здравствуйте, с вами Александр. Сегодня я вам расскажу о кресле американского бренда Evenflo. Модель называется Right Fit. Это кресло категории 2-3, то бишь с 4 лет до 12 лет. И самое интересное, что это кресло, у него такой расширенный диапазон именно по весу ребенка. Оно с 13, грубо говоря, с половиной килограмм. И как вы думаете, до скольких килограмм? Не до 36, как все мы привыкли, а до 50 килограмм веса ребенка. Это такая американская тема, вы знаете, сами дети в Америке много такие пухленькие. Поэтому сюда я к тому, что здесь большой запас места для ребенка. Так что сегодня изучим его, посмотрим, что он если представляет. Так что присаживайтесь поудобнее и начнем с вами изучать. Вот, собственно, это кресло, как оно выглядит. Кстати, здесь сзади, на обратной стороне, есть регулировочки, которые немножечко сдвигают и подголовник отдельно, и боковые части отдельно, чтобы дать пространство больше ребенку. И, кстати, сразу обращу ваше внимание, кстати, здесь нет изофикса, крепится оно ремнем, поэтому показывать, как установится, будет быстро. Вот, отдельно здесь регулируется спинка и отдельно, вот таким образом регулируется высота подголовника. Вот такие вот необычные крючки, кнопочки, рычажки, что-то в этом духе. Вот, собственно, что касается регулировочки, все понятно. Кстати, здесь подголовники, ой, пардон, подлокотники расположены четко в том месте, где надо, четко под руки. Мы мерили детей, посадка классная. И здесь небольшие ниши, своего рода такие подстаканники. С этим все здорово. Так, ладно, давайте про ткани. Ткань обычная, ничего сверхъестественного. Простая, обычная синтетическая ткань, но самое главное, тактильно она не раздражает. И со стороны, где у нас вот под головой лицо, плечи, вот здесь ножки, дышащий материал. В этом плане все здорово. Вот, по мягкости, ну, относительно мягкое кресло, оно не дубовое, не кондовое. Но, я думаю, на дальних дорогах ребенок не устанет. Как, ну, обычное, нормальное, мягкое сидение. Так, из фишек, что мне здесь понравилось? Единственное, я не могу вам показать именно, как светит. Здесь нужно вот разобрать и активировать батареечку. Вот здесь, наверное, для мамы удобнее, чтобы ночью ехать, подсветить можно было ребеночку. Вот здесь вот под подголовником есть диодные фонари. Нажимаем на него, и он загорается. Сейчас не могу показать, потому что батареечки нужно активировать. Вот. Интересная фишечка. Я такого никогда в жизни не видел. Ну, забавно. Так, что касается крепления. Здесь, ребята, все очень просто, потому что изофикса нет. Крепим за три секундочки. Поставили, посадили ребенка и прикрепили. Единственное, вот здесь вам виднее, есть направляющий для ремня. Просовываем туда. Это очень важный момент, потому что иначе очень опасно. Вот, собственно, вот так это выглядит. Посадили и поехали. Кстати, производитель заявляет, что вот эта ткань настолько износоустойчива, что она выдержит 500-500 циклов стирки. Хотя, может быть, и другие выдерживают ткань, но заявили они об этом. Ну, американцы любят так вот. Вот. Поэтому вот такая вот у них, типа, прочная ткань. Но она действительно вот такая, внушает доверие ткань. Я думаю, что не врут. Надежная ткань. Крепкая. Так, что касается ребенка, крепления мы с вами разобрали. Соответственно, кресло без изофикса крепить тут особо нечего. Что касается безопасности. Естественно, есть сертификация европейская. Доверять ребенка можно. Вообще, у Evenflo, например, в модельном ряду есть кресла, которые по американским их стандартам получили оценки, превышающие в два раза нормы европейские по стандартам безопасности. Это, конечно, заявка такая серьезная. Вот. Поэтому доверять можно ребеночка. Все нормально. Так, по креплению, по всему мы, в принципе, разобрались. Здесь особо много про это кресло не расскажешь. Но оно из недорогих. Ссылку я добавлю в описании на Мир Автокресел. Там пройдете, посмотрите. Вот. Мне очень понравилась посадка ребенка в этом кресле. Кому важен еще и комфорт, цена, соотношение цены и качества. Плюс комфорт очень важен. Можно смело обращать внимание на это кресло. Посадка как на троне. Подстаканнички есть. Ткани надежные. Вот. Да еще и подсветочка интересная. Не знаю, ребенку она точно не нужна. Но, в принципе, думаю, применение найдут родители этой подсветки. Вот. В принципе, ищите надолго. Для ребеночка, может быть, тучный ребенок у вас, крупный ребенок, родители, баскетболисты, еще что-то. Вот. В принципе, это кресло для вас. Я думаю, подойдет. Вот. На принципе, про кресло все рассказал. Добавить мне нечего. Если видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Это очень важный момент для меня. Это мне помогает для вас все больше обзоров хороших. И большое спасибо Миру Автокресла за то, что предоставили на обзор кресла от компании Evenflo. Ну, а вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребенка. Всего доброго. Спасибо.